Доброе утро! Записываю обращение к уважаемому белорусскому народу. Меня зовут Жуков Евгений Александрович. Я на данном этапе являюсь начальником Департамента патрульной полиции Украины. В прошлом я майор десантно-штурмовых войск. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть родители, у меня есть близкие, у меня есть друзья. У меня даже есть три собаки. И это все Российская Федерация своими войсками хочет у нас отнять. И у меня лично. Весь силовой блок Российской Федерации сейчас находится в лесах нашей страны. Некоторые лежат, гниют, воняют. Весна пришла, сейчас солнышко пригреет, запах пойдет. Некоторые стоят, трусятся и деморализованные, блядь, без жратвы, без топлива, блядь, без какого-либо приказа. Потому что воюют по старым советским, блядь, историям. Сейчас будут заходить, блядь, ваши белорусские войска. Уже группируются на северо-западе нашей страны. И по приказу вашего дурака Лукашенко будут заходить к нам. И так уже летят ракеты с вашей стороны, взлетают самолеты с вашей стороны. И бомбят нас. Но пойдет еще пехота. Получается, мы в состоянии войны уже с двумя странами. С одной огромной, а другой немножечко поменьше. Соответственно, вы начали свой движ в 2020 году. Вы закона избрали своего президента, которого изгнали. Вы хотели вернуть власть закона избранному президенту. И вас потушили. Я знаю, что очень много бойцов и воинов рассредоточены. Сидят и ждут, когда начинать и закончить то, что вы начали в 2020 году. Поэтому, когда ваша силовая история, когда ваш десант, когда ваши войска начнут заходить в Украину, вставайте, организовывайтесь, жгите, бля, всех остальных, ваши татамон, всех остальных ментов, блядь. Убивайте их, блядь. И свергайте власть. Если, блядь, кто-то не захочет сдаться, свергайте власть, возвращайте своего президента. И жите в мире и любви, в мире и спокойствии. Жите с гордостью. И весь мир вас поддержит. Весь мир построит то, что будет разрушено. Весь мир вас будет уважать. И вы будете жить в мире и любви с Украиной. Мы победим Русню, она уже горит. Седьмой день, седьмой день, неделю мы держим оборону, блядь. И успешно сжигаем русских, блядь. А если вы дестабилизируете ситуацию у себя, свергните власть и убьете своего Лукашенко, Россия, по вашему примеру, блядь, выйдет нахуй и начнет ебашить вашего Путина вместе, блядь, с его силовиками. Кемерово, так точно, потому что весь Кемеровский ОМОН, блядь, уже похоронен, сука, в Киевской области и в лесах, блядь. Так что там, в принципе, некому, кроме какого-то толстого участкового, блядь, паковать людей. Поэтому, Беларусь, подымайтесь, организовывайтесь. Иностранцы, блядь, всей, всего мира вам помогут, экипируют, все закинут, все ждут. И свергайте власть. За неделю, пока военно-политическое руководство вашей страны будет занято пиздецом, который творится у нас, с одной стороны будет Путин ебать мозги вашему Лукашенко, а с другой стороны, блядь, будут гибнуть люди, и он не будет знать, как матерям сказать, где, блядь, их дети. Вы, организованный белорусский народ, блядь, заканчивайте то, что вы начали в 2020 году. А начали вы очень круто, очень круто. Молодцы. Я 6 лет начальник департамента патрульной полиции. У нас каждый день митинги, каждый день протесты. Но мы никогда не позволяли себе так жестко, блядь, обращаться с людьми, пиздить их, блядь. Мы даже выходим сюда без счетов. У нас есть переговорщики. Мы хотим мира, и мы живем в мире с нашим народом. Потому что мы свободная демократическая страна. А Русня, блядь, здесь вся горит на. Это началась история уничтожения, блядь, Российской империи. Белорусы, присоединяйтесь к нам. Выходите и занимайтесь организацией, блядь, свержения власти, блядь. Всех обнял, поцеловал. Я думаю, вы меня услышите. И дайте пример русским, дайте пример русским, чтобы после вас Россия, блядь, вся встала, свергла свою власть, блядь. Матери вернули своих живых детей домой, пока их всех не поубивали. И мы все жили в мире и спокойствии. Вот так. Ну и по скриптум, просто задайте вопрос русским, что будет говорить Путин со своей властью, тем родителям русских солдат, которые уже, блядь, не вернутся домой. Где они погибли? Что они погибли? И как? ДНР, ЛНР, это такая хуйня, блядь, вот эти новости. Они реально утюжат Киев, Харьков и так далее. Поэтому они будут здесь все гореть. Живы Беларусь!